Одной из центральных тем дебатов на Генассамблее стала ситуация в Сирии. Мировые лидеры высказали свои точки зрения на происходящее в этой стране и предложили возможное пути решения кризиса. США готовы работать с любыми странами, в том числе и с Россией и Ираном, для того, чтобы разрешить конфликт в Сирии. Но мы должны признать, что после такого кровопролития ситуация не может вернуться к довоенному статусу КВО. Считаем огромной ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими властями, правительственной армией, с теми, кто мужественно лицом к лицу сражается с террором. Надо наконец признать, что кроме правительственных войск президента Асада, а также курдского ополчения в Сирии с исламским государством и другими террористическими организациями. Реально! Обама призвал мир способствовать переходу власти в Сирии к новому лидеру. Башара Асада он назвал тираном, подчеркнув, что компромисс необходим, но он должен отвечать интересам сирийского народа, а не сирийского президента и его ближайшего окружения. Схожее мнение высказал и глава Франции Франсуа Оланд. Он заявил, что международная коалиция должна разрешить сирийский кризис без участия Асада. Продолжение следует...